Курский залив особый регион юго-восточной Балтики. Люди издревле поселились на его берегах. Древние эсти, самбы, пруссы. Они были первыми, кто освоил эти места. Море всегда кормило их. Здесь собирали янтарь, здесь охотились и ловили рыбу, здесь пролегали торговые водные пути. Ну а где судоходство, там конечно и навигация, а где навигация, там маяки. Старину понятия маяк как таковой отсутствовало. Любой приметный знак на берегу будь то столб, гора, костер, вообще любое приметное место называли маяком. Как правило, он был нужен для верной ориентировки судов на море, помогал рыбакам возвращаться ночью с уловом, отмечал отмели. Были такие маяки и навигу у Куршского залива. Вначале это были обычные костры, чуть позже смоляные бочки, которые останавливали на высоких шестах, затем керосиновые фонари, чуть позже ламповые с отражателем. Был такой маяк и в Заливино. При немцах он назывался Риндерорт, по имени рыбацкой деревушки, в центре которой стоял. Это один из трех довоенных сохранившихся на территории Калининградской области маяков, сохранившихся не более чем словесный оборот. От маяка осталась лишь цилиндрическая башня из красного кирпича. В отличие от маяка на Месси Таран и маяка в Балтийске. Эти сооружения функциональны, и потому за их судьбу можно не беспокоиться. Но вот маяк Риндерорт на грани исчезновения. В служебных документах Федеральной службы морского судоходства и гидрографии в Гамбуке указано, что первый маяк в Риндерорте появился в 1868 году. Вначале это был простой керосиновый фонарь с линзой, подвешенный на деревянную штангу. В 1908 году был введен в строй уже каменный маяк, а вместо сторожки домик-смотритель. Огонь маяка стал двухсекторный, красный и белый, видимость 7 и 12 миль соответственно. Есть об этом маяке упоминания и в справочнике для морских штурмнов «Огни и знаки Балтийского моря» 1939 года издания. Сегодня маяк в заливе на территории состоит на балансе федерального бюджетного учреждения «Волга-Балт» из Санкт-Петербурга, чей фериал находится в городе Гвардейский Калининградской области. А вот домик-смотрителя, если эти руины еще можно назвать домиком, частному лицу, о чем и свидетельствует колючая проволока вокруг территории и бумажка на ней. Как таковой для целей судоходства на сегодняшний день он не нужен. В плане туристической, да, он представляет большую ценность. Требуется большой ремонт, конечно. Разрушения по нему очень большие, но все осуществимо, все восстановимо. Главное, чтобы приложить руки и силы. К нам поступило предложение от музея Мирового океана взять этот объект и восстановить его как музейную единицу. Руководство рассмотрело этот вопрос и, в общем-то, оно не против передать этот объект. То есть сейчас вопрос находится на стадии рассмотрения. С 1985 года маяк перестал использоваться по прямому назначению и был заброшен и стал медленно разрушаться. В лихие 90-е, в эпоху тотального разграбления всего, что осталось без присмотра государства, с маяка было вынесено все оборудование. Штормовая оконные решетки с данным металлолом, домик был разобран на кирпичи. От полного уничтожения маяк спасло то, что он находился на территории Рыбловецкого колхоза. Нет, но маяк, он является достопримечательностью поселка Заливина. И этот маяк с историей. И историю знают жители Заливина. Ну, это единственный, это один из трех маяков, которые у нас на территории Калининградской области. И поэтому трепетно относится. И все жители Заливина хотели бы его, ну, чтобы жизнь маяка продолжалась, как она и была раньше. В последнее время администрации Полесского района обсуждали варианты восстановления маяка к 2020 году. Переделки его под гостиницу, открытие яхтиной гавани для международного водного туристического пути Е-77, а также открытие вблизи старинного маяка парка маяков. Но это все не более чем благие пожелания. Есть вариант восстановления маяка Калининградский музей мирового океана. Мы неоднократно обращались к администрации музея с просьбой прокомментировать ситуацию с маяком. Но после многочисленных обещаний ответа так и не дождались. Ну что ж, отсутствие ответа тоже ответ. И в данном случае комментарии излишни. Жаль. Ведь пока министерство ведомства, нынешние будущие хозяева перекладывают бумажки, памятник архитектуры исчезает на глазах. Проект «История людей. Память» в рамках реализации программы Фонда президентских грантов.